Приветствую вас. Вы знаете, для начала мне бы хотелось спросить вас, в чём конкретно вы хотите услышать наш совет? В чём конкретно вам нужен совет? Это первое. А второй момент заключается в том, что психологи советов не дают, к сожалению. Вот. То есть мы как психологи не можем давать вам советы, мы не можем вам что-то рекомендовать. Вот такое, я имею в виду, серьёзное. Вот. Все решения нужно принимать вам. Значит, смотрите, ну, здесь скорее всего ситуация такая, что вы просто-напросто идеализировали этого мужчину, потому что общались вы немного, пробыли вы там всего 4 дня. Вот. Скорее всего, данный человек олицетворял собой, скажем так, такую вот, если угодно, мужественность для вас. Ну, в силу того, что он помогал храму, да, то есть он вот что-то делал, он там чем-то занимался таким. Вот. И вас это как-то впечатлило. Возможно, вы почувствовали от него чувство защищённости, чувство надёжности, чувство стабильности и силы, чего вам не хватает в реальной жизни от, значит, возможно реальных все мужчин. Вот. Ситуация в целом довольно понятная, вооборот в том, что вы хотите с этим делать, да, то есть вы хотите услышать от нас какой-то совет, но я, если честно, не совсем понимаю, да, какого именно совета вы хотите от нас здесь конкретно, да, в том смысле, что сначала вам нужно определиться, чего вы вообще хотите, вот, сами вы, что вам вообще хочется, вот. И тогда уже можно будет о чем-то говорить, а пока на данный момент, пока вы не озвучили то, что вам нужно и то, что вам хочется, ну, к сожалению, это просто вот, это, к сожалению, просто разговор будет про нас, вот. То есть именно, просто разговор, ну, возможно, ни о чем даже. Вот. Поэтому я думаю, что вот такая история, если вы хотите его забыть, да, то почему вы хотите его забыть, вот. Если вы, если вы хотите его забыть, ну, если вы действительно хотите его забыть, то здесь нужно именно понять, вот, по какой причине вам хочется его забыть. Вот. То есть, ну, вы хотите с ним не сблизиться, да, а именно забыть его. Если вам нужен, ну, нужен мужчина, да, то есть вы нуждаетесь в мужчине вообще, в общем, сейчас вы хотите построить отношения, то здесь тоже желательно уточнить, почему вам мужчина нужен, да. Вот, а можно, в принципе, поговорить о том, значит, как вы воспринимаете мужчин вообще, в целом. То есть, ну, кто они для вас, как вы их видите и так далее. Вот. То есть можно в этом ключе ситуацию смотреть, если вам, конечно, это интересно. Вот. Значит, что важно, важно понять, что вы не забудете человека никак, потому что забыть невозможно. А, можно изменить отношение, можно изменить отношение к тому, что произошло. Вот. Но для этого нужно смотреть, для этого нужно смотреть, что конкретно вы хотите. в чём конкретно вынуждают, вот, в чём конкретно вынуждают. Мне кажется, такая история, это, ну, наиболее корректный вам будет ответ, да, потому что, ну, весь посоветовать, да, вот, ну, что вам нужно посоветовать? Проверить вам его забыть, но вы его, вы его, скорее всего, не забудете, т.е. если вам не хочется его забывать, да, т.е. если вас смычали, то вы его не забудете, вот. Можно, даже, там, через, например, регистратор «Подход», да, заново пережить это, вот, ну, то, что вы испытали, да, можно заново пережить, посмотреть, и, возможно, вас отпустят, вот. А можно, значит, понять, чего вы хотите, в чём вынуждаетесь, и это реализовать. Сейчас вот, например, вот это вот, то, что вы его идеализировали, да, это же не просто так возникло, вы же его не на полном месте идеализировали, вот. Но если вы его идеализировали, значит, вы это были основаны, вот. И, соответственно, эти основания нужно, исследовать эти основания нужно, разобрать, чтобы вы поняли, о чём идёт речь, и, соответственно, что вам, что вам нужно делать дальше, вот. Тут, смотрите, смотрите, как вам хочется, и выбирайте, и уже двигайтесь в этом направлении. Можете послушать рекомендации моего, моей коллеги, да, и, значит, найти его контакты и завершить отношения. Вот. Но я бы всё-таки рекомендовал бы обратить внимание на потребностную сферу. Именно на вашу вот потребностную сферу я рекомендовал бы обратить внимание. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.